Доброе утро, Красноярск! И даже коты, вот такие матерые коты, уже вышли на улицу проверить, что же там происходит. Такое яркое весеннее солнце, вот этот кот гуляющий, ну, внимательно осматривающий все пробуждения природы. Прямо на такого приятно посмотреть. Да, вообще природа вот на полотнах Леонида Кузнецова, Станислава Роганова, Стародубова Юрия, такая классическая, в общем-то, вот пейзажная живопись, где легкая дымка зеленая, как это бывает только вот именно весной, только-только, вот как вуаль укрыла деревья, еще вот распускаются только, появляются первые цветы. Это действительно, в общем-то, вот радует, это весна, которую мы так долго ждали, а еще больше ждем, когда же эта весна закончится и наступит опять лето. И, конечно, вот эта выставка, именно еще и не только вот о весне, о любви, о хорошем настроении, но и о вестниках весны, о котах. Их сегодня на нашей выставке очень много. Очень много котов, действительно, давайте обратим внимание, вот еще справа от меня, вот такие уже коты, рыжие салонты, обожаю рыжих котов, рыжие коты, на мой взгляд, самые такие весенние. Вообще много интересных, вот каждой же газовой работой связана, например, каждая история интересная. И вот здесь вот представлена и живопись, и, в общем, декоративно-прикладное, керамика. Очень много интересных работ, которые выполнили керамисты, вот Ирина Округ, Юрия Юшкова, Зоя Кузнецова, Вероника Резинкина. Знаете, настолько интересные работы, в них в каждом изображен свой любимый кот. Потому что в каждой семье, наверное, есть кот, и именно он является, наверное, первым вестником весны. Они так хорошо чувствуют приближение весны, но это даже лучше, чем птицы, о которых мы обычно считаем, что это они приносят нам весну на своих крыльях. Ну, моя кошка уже начала мяукать, поэтому я уже почувствовала приближение весны. А вот керамические работы, на мой взгляд, очень хорошо дополняют живописных этих вот котов. И они такие интересные, тут же не только коты, тут и... Вообще вот такая выставка получилась несколько разноплановая, но она именно о весне, она именно о любви, о хорошем настроении. И вот такой собиратель солнца, или ловец солнца, это автор, известная, в общем-то, художница Марина Ленченко. У неё вот этот образ, например, когда человек собирает солнце в свои сосуды, а потом во время непогоды раздаёт тепло и свет людям. Ну, такая, как бы, вот, в общем-то, немножко интересная работа. Или вот работа Николая Балышева «Синева», вот, в которую просто хочется окунуться с головой. И дорога, которая ведёт туда, где сбываются мечты. Главное – мечтать, придумывать себе интересные цели и двигаться вперёд по этой дороге. Спасибо большое, Елена Валентиновна. Я думаю, что на этой прекрасной ноте, на мечтаниях, на весне нужно уже остановиться и пригласить красноярцев сюда, в музей, в музейно-выставочный центр на металлургах, посмотреть, окунуться в весну, зарядиться позитивным настроением. До 22 марта продлится, так что успевайте обязательно. Передаю слово вам, студия.